играешь танки подписывайся на мой канал эндомита вот и обязательно прожимай колокольчик здорово танкисты всех приветствую с вами серёга с вами эндомита 7 нас очередной обзор танков наши любимые world of tanks и не у нас на обзоре танк средний танк 7 уровня ветки ссср т-43 вот такой красавчик очень похож на т-34 85 и конечно же потому что этот танк идет сразу по ветке после т-34 вот у нас сегодня полноценный гайп т-43 будем с вами изучать эту машину предлагаю уже отправляться по сложившейся традиции смотреть бронирование т-43 поехали и так вот наш т-43 смотрите он весь красный-оранжевый но в нем очень много брони это может быть не средняя тяжелый танк нлд у нас 75 миллиметров вот так поставим 75 в приведенке дает 109 107 и я вам хочу сказать как для среднего танка это даже очень много 7 все-таки это средний танк есть центральная часть такая закругленная спайка между нлд и влд она у нас соточка где-то соточка снизу к верху 107 влд у нас 75 миллиметров приведенки в верхней части 100 до 124 доходит что тоже неплохо как для среднего танка седьмого уровня вот касаемо башки вот она у нас такая вот закругленная да начнем с маски орудия маска орудия вокруг ствола по центру 90 сюда будет броня увеличится уж идет за кругле и вплоть до 300 а 300 это уже извините а я и поэтому а по центру 90 есть места 192 есть места 179 215 короче этому танку стрелять в маску такое себе занятие можно иногда попадать в разные интересные места которые вы банально просто конечно же не пробьете если уж стреляете в маску надо стрелять прям по центру по центру относительно ствола слева либо справа касаемо башни 90 миллиметров по центру она те же 90 здесь начинает расходиться и доходит вот и до 140 книзу до 150 здесь аналогичная ситуация дальше начинается вот эти вот рикошетные щеки башни вот ребро переходит и все ни одной пушкой на седьмом уровне вы эти щеки не пробьете будет рикошет по факту 90 миллиметров но приведенки до 400 поэтому внимательно либо стреляете в маску справа слева орудия либо в самом месте щеки башни вот в эти да перед вернее а в щеки сами уже нет есть у нас вот такой лючок замечательный 90 миллиметров приведенки по краям до 145 146 тут 127 по центру 90 вот что касаемо бокового бронирования вот сам корпус у нас 75 миллиметров и это говорит о том что на седьмом уровне башни 90 на седьмом уровне данный танчик будет офигенно танковать просто офигенно почему а вот почему смотрите 240 260 280 250 сколь угодно 230 танкует офигенно потому что на седьмом уровне кто вас будет таким пробить им пробивать голдой исключительно редкие машины вот в основной массе все будет нормально танковать так что т-43 танкует на формально идем вангар так с броней разобрались танковать может лобовая броня против эстэшек но такая себе местами особенно башня может что-то зарикошеть вот по основным модулем сразу говорю вот эти пушки даже рассматривать не стоит на самом-то деле предлагаю сразу сфокусироваться на пушке седьмого уровня она вам нужна поэтому попадая на стоповые пушки первый опыт который вы получите нужно все-таки идти на основную пушку стараться но тут тоже сразу скажу что без топовых гуслей топовую пушку вы с башни не поставить поэтому сначала гусли потом башня пушка рация и движок тоже желательно я даже в топовый не качал здесь у нас по пушке топовой 180 альфа пробитие основным 144 голдовым 194 заряжается на стойке 5 с небольшим секунд 037 разброс толку и 2 и 3 секунды время сведения нормально нормалды вот по поводу рации 520 метров на топе на стойке 325 соответственно почти двукратный прирост рация обязательной сточки нужно для засвета для союзников чтобы они вам наносили ассист по вашему засвету вот по поводу двигатели 520 на стойке средущий при топовый 560 топовый 600 это круто моя прошел на т-44 без топового двигателя вам рекомендую выключить для более комфортной игры гусельки нужно качать ходовую топовую чтобы поставить топовое орудие поэтому я их прокачал но они еще и дают тридцать восемь тридцать шесть скорость поворота градус секунды на два градуса в секунду быстрее ваш танк будет ворочаться по полевой модернизации рекомендую ставить сюда значит во втором блоке легкосплавные узлы крепления в четвертом блоке настройка рычагов подвески в пятом блоке антибликовую маскировку фар это касаемо полевой модернизации теперь что касаемо оборудования я считаю и я вот буду еще снимать обзоры по другим танкам да но вот конкретно для этого танка спешки как и для большинства из тэшек на седьмом уровне самая правильная сборка в основной слот дающий бус на подвижность машины всегда ставьте турбину всегда ставьте досылатель он личным уж точно не будет и это поскольку это из тэшка вы должны еще и сведе светить вашим союзникам за свет делать то конечно просветленную оптику я еще даже инструкцию поставил на просветленную оптику чтобы максимально выжить из этой машины да по снарядов бб х здесь летит 950 метров в секунду голда летит почти 1200 и это на самом деле очень круто топовая скорость на подкалиберах у немецких так на седьмом уровне где-то в районе 1250 метров то есть мы приблизились прям реально к немцам вот по снаряжению стандартный комплект я себе еще позволил поставить док-пайок экипаж здесь у нас четыре обезьянки стандартный экипаж для танков советских вот первым перком командиру лампу всем остальным ремонт вторым перком боевое братство третьим перком незаметность дали качать как указано в таблице вот теперь давайте по поводу самой машины машина воплощает в себе все качества прям вот стандартной машины средний танк что-то 34 85 да это стандартный примут икона икона средних танков скажем так от которой отталкиваются другой танк хуже либо лучше вот т-34 85 явно как и т-43 это вот иконы средних там очень сбалансированные машины как по ходовой как по вороне так и по пушке соответственно комфортный средний там это первое второе вот мы установили все оборудование поставили там инструкцию док-пайок экипаж у нас ну такой посредством на сто процентов не выучен на эту машину уж к сожалению да у нас значит пушечка заряжается 464 могла бы заряжаться минус 0 2 секунды а это было бы 444 поскольку мне экипаж на сто процентов нет и он переобучен на эту машину мне на сто процентов выпечен вот время сведения время сиденье 235 а могла бы быть почти 205 разница существенного углы кстати вертикальной наводки на этой топовые пушки минус 8 вот разброс у нас 0 38 здесь у нас штраф ваш 005 то есть был бы 0 33 то существенная разница я к сожалению буду катать сегодня на обзоре с таким экипажем другого мнения туда вот и общий дпм могут быть там 2 500 почти по хп по живучести у нас 1100 не так уж и много по мобильности 56 вперед 23 назад почти 18 лошадей на тонну достаточно бодро он набирает свою максималку хорошо ездит то есть вопросов нет подвижность у танчика четко а неподвижной машины незаметность 20 54 движение 16 2 танк реально небольшой приземистый вот и по наблюдению у нас 418 метров обзор минус 16 штраф так было бы четыреста там тридцать четыре да по моему вот а как же играется данная машина на картах да очень просто там где направление средних танков там он играется с тяжими он поспорить не может из-за скажем так не ультимативной брони до для тяжелым по сути картон соответственно в группе в составе средних танков но играйте с головой предлагаю уже отправляться в бой посмотрим как т-43 ведет себя современным брендами так попали мы на вествель попали мы к восьмёркам восьмёркам попали из лт м из 12 тонн и противник почему я сразу смотрю на лт потому что мы пойдем по правой стороне как быстро он туда едет он быстро потому что скорость у него все-таки там 60 плюс у войны у нас 352 тоже шустрый танчик но посмотрим куда он поедет нашли все нашел так поэтому глубина проникновения на карту будет зависит от отыгрыша наши лт сейчас будет весело наш лт спала тайминги проспался и пошел в палачине идиот пошел на центр вот это жесть вот это жесть у нас просто скорости не хватает чтобы выйти на позицию раньше микс кроме все кромболь отыгрался теперь что у нас тут ютус у нас мельчак давайте попробуем его поддержать оооо все грустно движемся нельзя останавливаться и далеко не углубляемся вот здесь остаемся будем отыгрывать отсюда это мне нравится шрам останется загляденье хорошо пошло отлит амбуз хорошо светляк у них готов нам главное не светиться иначе мы в этой позиции быстро отправимся света плохо это очень плохо назад ванных тут переиграть можно уже меня задели ванных ютус красавчик ютус сделал игру по сути в этом бою мы настреляли правда 710 но против восьмерка играем я конечно же аккуратничаю поджимаемся поджимаемся ну вот такой вот такой вот этот бой на так где буги 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 надо его подсветить так аккуратненько а он вот он тут стоит потихоньку так это мой засвет о чем он последний я тут с ним ковыряюсь 600 ну все ассист мой ладно суммарно 1300 1400 бою играл крайне аккуратно вот не агрессировал такой вот бой получился у меня на т-43 маловато конечно 1400 суммарки вот танчик нормально прямо напоминает очень сильно это это 485 вот прямо они очень идентичность назовем это так вот да у нас там не самая лучшая позиция по настрелу мы играли против восьмерных все дорогие друзья пишите комментарии как заходит вам этот танк вот как он вам нравится не нравится ставьте лайков подписывайся на канал я вам говорю до скорой встречи пока играешь танки подписывайся на мой канал эндомита вот и обязательно прожимать колокольчик